всем доброго времени суток товарищи я заранее прошу простить меня за такой вот антураж ну потому что вариантов у меня в данном случае нет я объясню почему вы как видите у меня на столе стоит керосиновая лампа мне всегда была интересна эта штука вживую я их видел достаточно много но никогда сам не использовал ну потому что эти лампы керосиновые также как и масляные лампы ну канули в лету к сожалению или к счастью не знаю я эту лампу целиком и полностью оценил и в принципе могу вам рассказать о плюсах минусах достоинствах и тому подобное ну как всегда я люблю какие-то предыстории в своих обзорах делать и данную керосиновую лампу я нашел на даче соответственно у людей у которых я ее снимаю то есть вы в курсе да что я снимаю дачу и собственно говоря на ней живу не вот на полке у них обнаружил вот такую керосиновую лампу сразу говорю что это не какая-то там старая советская керосиновая лампа это лампа я не знаю современная я не знаю может быть и лет 56 вот так вот где-то в принципе не сложно определить у нее здесь есть защелка клапан вот такого типа они закрывающиеся то есть многие есть примет по которым можно сказать что лампа достаточно современная единственное что есть у нее и плюсы и минусы она стояла вся в пыли я ее кое-как протер отмыл плафон помыл так вот как-то так и естественно эта лампа никогда не использовалась потому что фитиль у нее был абсолютно ровный белый чистый все хорошо было то есть лампу видимо никогда не использовали но и загорелся думаю что она стоит хочу попробовать вообще как эта штука себя поведет в деле вообще имеет ли она какой-то смысл жизни в современном так скажем нашем 21 веке на самом деле все очень просто я могу сразу ответить что нет к сожалению нет но давайте по порядку что он из нас что у нас представляет собой керосиновая лампа она почему-то называется летучая мышь не знаю может из-за формы какой-то там ну не это не суть я думаю что вы можете в интернете про это почитать и про типы керосиновых ламп есть лампа более современные с использованием сетки накаливания но по моему они то нас такие же дорогие как и лампы которые работают не на керосине например на бензине на это лампа она дешевая такие лампы продаются в среднем от 300 рублей если это небольшая китайская там лампа и соответственно до полторы тысячи рублей если это какая-то крутая навороченная лампа и тому подобное не знаю вот цена вот такой лампы посмотрел интернете она стоит около 700 рублей не помню сколько она высоту ну так не знаю масло нет топорик есть фискар 11 не знаю сантиметров 30 наверное она может даже побольше высоту соответственно внизу не емкость для керосина для топлива колба плафон фитиль горелка устройство для подачи фитиля то есть по по часовой мы его увеличиваем как бы раз пространство против часовой мы его убираем и соответственно рычаг для поднятия самого плафона кстати рычаг очень тугой здесь видимо стоит какая-то пружина и она достаточно такая туго и здесь вот я не знаю как это называется может выхлоп какой может еще чё лампу можно подвешивать вот за этот крючочек или соответственно просто брать вот за эту часть разбирается она не сложно то есть на самом деле все просто здесь поднимается вот эта часть уже непосредственно руками то есть она вытаскивается но очень туго и опускается плафон и вытаскивается на самом деле вытаскивается он очень туго ну что-то видимо конструкторы тут недорассчитали туговато идет что у нас дальше используется в лампе естественный керосин но к сожалению как я обнаружил я наверное по своей уже старости или не знаю не чувствовал запах керосина наверное уже лет 15-20 и когда я вот приобрел вот этот флакончик с керосином в ближайшем магазине здесь по продаже всякой всячины там мелочевки тихо в плане там техническое там и прочее ну хостовары короче и вот там приобрел этот пузырек тут пол-литра где-то и он собака стоил аж 75 рублей то есть топливо вообще получается невыгодно покупать вот таких вот бутылочках я сюда залил половину примерно то есть ну сколько 250 грамм может быть не стал я полную заливать да и в принципе почитав инструкцию к этой лампе там не рекомендуется заливать больше чем 0,4 литра да то есть 400 миллилитров в целом как бы попробовать я попробовал ее естественно почему я рассказываю об этом как всегда в ночи все очень просто керосин собака очень воняет и даже когда его налил в лампу он все равно то есть испарение это идет и все это дело естественно тут в комнате ну в общем у меня тут и животные дети и жена они явно этот запах не оценят поэтому сразу после съемок я лампу и керосин просто-напросто поставлю где-нибудь на улице пусть он нафиг там воняет а не в доме и естественно эту лампу я сравнил со своей любимой газовой лампой вот она у меня это моя лампа ковея моя любимая лампа собственно говоря я вам сейчас покажу как ее зажигать зажигается нам достаточно просто то есть вытаскивается фитиль поднимается плафон поджигается спичкой не знаю может кто-то пробовал зажигалкой ну я спичкой зажигал как рекомендуется и закрывается плафона дальше регулируется фитиль чтобы не было чадо и чтобы пламя не ну было нормально вот примерно вся настройка этой лампы что самое интересное вот здесь вот крышка которая закрывает сам саму емкость в ней не было никакой резиновой прокладки мне почему-то кажется что керосин ну вот даже да точно керосин из нее подтекает он очень летучий как известно керосин одной из самых чистых чистых видах топлива в самолетах используется и вот он даже через эту крышку подтекает то есть здесь а здесь прокладки никакой нет это плохо может быть поэтому кстати она и пахнет вот расход у этой лампы в принципе такой же как и у газовой мое такое ощущение то есть что газовая будет работать вот от баллона 220 грамм 230 грамм она будет работать ну где-то часов 10 11 наверное вот моя лампа и это лампа тоже будет работать примерно также к сожалению света эта керосиновая лампа дает мало во первых дает мало света во вторых сидит хоть и чуть-чуть но сидит и соответственно запах испарения керосина тоже не очень приятный поэтому газовая лампа тут выигрывает по всем параметрам мы параметрам света собственно говоря давайте зажжем эту лампу я вынесу на улицу пока там темно я ее зажгу и мы посмотрим как же она работает берем стандартную спички и в первую очередь нам нужно поднять плафон чтобы нам добраться до фитиля поднимается конечно же туго подняли ну немножечко достаем фитиль и зажигаем спичкой ну а дальше мы должны достаточно быстро закрыть плафон чтоб не чадило и отрегулировать уровень огня чтобы не было чада чадит кстати она достаточно сильно поэтому плафон быстро загрязняется ну а дальше переходим к тесту вот сейчас камера находится примерно в десяти метрах от фонаря посмотрите как он светит он достаточно хорошо конечно но к сожалению освещает он достаточно малое пространство сейчас я удалю и вы увидите сколько он освещает пространство видите практически ничего вокруг него не видно вот примерно так он собственно говоря когда он фонарь перестанет быть нужным для того чтобы затушить нужно опять же поднять стекло поднять плафон и задуть фитиль далее фитиль надо просто убрать пониже проверить чтобы он не тлел не горел чтобы как бы было все точно и обратно закрываем наш плафон примерно вот так ну и разумеется решил я его сравнить со своей любимой газовой лампой кавея разница такова что сжигать ее достаточно проще открываем газ и нажимаем на пьезоподжиг моментально разгорается проблем никаких вообще нет вот собственно также лампа находится в 10 метрах от камеры светит она как видите значительно ярче ну и сейчас я сделаю удаление полное и вы увидите как она освещает все вокруг то есть видите видно деревья здания то есть очень хорошо освещает гораздо лучше чем керосиновая лампа ну и потушить фонарь также просто нам достаточно просто отключить подачу газа минусом газовой лампы является разве что только то что во время работы она шумит все единственным плюсом наверное все таки керосиновые лампы я могу сказать то что керосиновая лампа так как работает на топливе нефтепродукте да она все-таки в холодное время года будет эффективнее чем газовая лампа то есть при температуре там минус 10 минус 15 градусов на улице или в помещении керосиновая лампа будет работать хорошо газовая лампа естественно будет работать хуже потому что газ замерзает и для газовой лампы это плохо вот примерно такие мои ощущения на самом деле я считаю что если вы хотите приобрести керосиновую лампу то она скорее вам для антуража или так скажем для истории вот как мне то есть я сначала хотел прикупить ее но сейчас честно говоря в покупке не вижу никакой никакого смысла топлива покупать достаточно дорого да и все это воняет пахнет руки мыть постоянно приходится ну и так далее и тому подобное но в целом штука прикольная я уже давно заражен такой темы как стимпанк ну может быть в курсе не в курсе кто не в курсе посмотрите клип эбнэй парк стимпанк революшен и может быть вам что-то там станет понятно там как раз стимпанковские вещи показывают так под музыку очень прикольно до сих пор помню эту песню она у меня периодически в голове играет вот ну в принципе на этом все кому понравилось кому интересны керосиновые лампы я думаю приобретаете будете достаточно довольны дают они такой не очень сильный но при этом приятный желтоватый свет но в целом не знаю по мне так газовые лампы намного лучше ну на этом все всем спасибо всем пока